здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас огромный праздник не все знают его сегодня пейсах шини второй пейсах это действительно очень большой очень глубокий праздник связан с тем что я думаю каждому это относится что если что-то не получилось что-то не сделали то всегда есть второй шанс так устроена эта жизнь в этот день во времена существования иерусалимского храма приносили пасхальную жертву тем кто не имел возможности принести ее месяц назад 14-го время пейсах это как бы в общем-то официально не праздничный не полупраздничный день однако поскольку во времена храма это был самый радостный день для всех кто исполнил заповедь то это продолжается и сегодня существует обычай в этот день если есть кусочек мацы оставшиеся в праздник о пейсах в память а у той пасхальной жертвы которая съедалась вместе с мацой это малый пейсах такой и известное высказание любавического рыбы о том что пейсах шини учит нас тому что нельзя отчаиваться никогда что так устроил бог этот мир что все можно будет исправить нет ничего непоправимого из закона известного как пейсах шини можно извлечь кстати написали мудрецы очень много уроков например что ну мы уже сказали о том что никогда не бывает все потеряно всегда есть вторые шансы что бог иногда желая убедиться действительно ли мы хотим что-то достаточно сильное ждет что мы попросили это еще раз да говорил такой весь бардыхай шаковицкий великий раввин поступок вот этих людей во времена машек которые пришли и сказали что почему мы решены мы же ничего не сделали плохого он вдохновляет очень ведь действительности они не обязаны были приходить у них все было в порядке не была причина почему они не смогли сделать не заняты были другой заповедью и в силу духовных причин они не могли участвовать у них не было оснований чувствовать себя виноватым ущербными все законно и вот тут мы видим вариативность мира нам дается возможность как бы самим участвовать мире может быть так может быть так я очень хочу вот на днях уж попробуем рассказать вообще о тех вариантах которые бывают но мы все специалисты в мире в основном по оправданиям слишком холодно слишком жарко очень дорого сложно и так далее мы всегда стараемся идти по пути наименьшего сопротивления но в основном да разница между успехом и провалами в том что провал ищет оправдание успехи ищет достижение цели вот то что это говорится поэтому надо не искать оправдание не выбирать какие-то путей такие заранее легких учиться у людей пустыне которые могли целую таман оправдание найти все таки решили выполнить заповедь это наш с вами праздник в общей пересекшине именно вот то что называется большого возвратившегося к всевышнему мы в стране жили почти все кто вольный дышит человек и вот мы когда вспоминаем выходе из египта да мы всегда должны видеть что мы есть тот шансы для исправления второй если кто-то был далеко далеко и шел своей дорогой даже намерения не было а теперь пожалуйста иногда хотя бы мы уже прикасаемся к духовному писякшине этот тип служения вот тут называется большого который сейчас все абсолютно почти все вернувшись а от шула раскаяния да это также как учение хасидизма да по своей сути не укладывается в порядок мироздания не полне было в торе такого что вот этого второго шанса он как бы родился благодаря тому что мы с вами поучаствовали вместе с богом вот в этом огромном совместном предприятии в рамках природы вот сотворенного мира нет места раскаянием дело плохо получи еще нарушил запрет или не исполнил все искривление его нельзя исправить однако есть сила более высокая чем ну как пускать чем вот и тора чем все остальное да да есть еще высокая сказано медраше вдумайтесь в эти слов спасину мудрости такое наказание у грешника она стала быть преследовать грешника зло справели и спросили про про рочество такое наказание для грешника сказала душа погибнет спросили у торы какое наказание грешника она сказала пусть принесет жертву аллахом искупительную и получить искупления. Спросили у хозяина мира, каково наказание грешника. Он сказал, пусть совершит тшува ему проститься. Все. Это мы видим, что тшува, раскаяния не существует ни для мудрости, ни для пророчества, ни для Торы. Только сам Творец предоставляет вот это вот. Почему Тора установила второй песок? То есть день, который совершает жертвоприношение. Те, кто находились 14-го Нисана в состоянии ритуальной нечистоты, теперь через месяц могут сделать. А вот не подумали, почему? Можно было за две недели очищение идет, а не месяц. И был такой рак Яков Адми, Амдин, вот так правильно. Он написал, что небеса открыли ему ответ на этот вопрос. Дело в том, что в год исхода из Египта евреи питались запасами, взятые из Египта мацы, вплоть до вечера 15-го иера. То есть до завтрашнего дня. Стало это вот святое с Пейсихой, чудо вот этой исхода, связанной с мацой. Распространялись только для этого дня. Поэтому второй Пейсих, вот это, когда у нас в доме еще есть и маца, ну есть и хамец, назначено 14-е яро, последний день, когда евреев оставалось маца. То есть сегодня уникальный день. Еще маца есть, но уже есть и хлеб. Надо подумать об этом немножко. Чуть-чуть. Голова для этого. Брахава Астаха, хорошего дня. Брахава Астаха